Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о депиляции и эпиляции. Чем отличаются эти два способа удаления волос и какие нюансы вообще в этом есть. На самом деле разница между Д и Э эпиляцией лишь в том, что в случае депиляции мы разрушаем только волос, а в случае эпиляции мы разрушаем еще и волосяную фолликулу. И способы различные для этого есть, то есть если рассматривать депиляцию, то есть удаление непосредственно волос с тела, это может быть механическое удаление, это может быть бритье, это может быть воск, шугаринг, это может быть какой-то депиляторный крем, который растворяет волос химическим путем, это может быть даже обесцвечивание волос, хотя сами волосы при этом не удаляются, но они становятся менее заметными. И в этом случае мы не разрушаем волосяной фолликул. Если же волос удаляется, например, путем электрокоагуляции, то есть не просто вырывается, например, пинцетом, а специальным электрокоагулятором разрушается волосяная луковица, либо это лазерное удаление волос, либо это фотоэпиляция, то есть при помощи АПЛ-систем, то мы повреждаем не только сам волос, но и волосяную фолликул, и по идее в этом месте больше волос расти не будет. Конечно же, любой способ депиляции и эпиляции – это достаточно временное решение, хотя в случае эпиляции, если делать несколько процедур, курсом, то зачастую можно практически избавиться от волосяного покрова нежелательного надолго. Другое дело, что у нас каждый волос находится в разной фазе своего роста, и когда мы удаляем одни волосы, другие могут находиться в таком спящем состоянии, потом они вырастут, и придется курс опять повторить, ну или там сами процедуры имеется в виду. Поэтому, как правило, одной процедуры никогда недостаточно для того, чтобы удалить все волосы. Скажем так, наибольшей популярностью, конечно, пользуется сейчас лазерная и фотоэпиляция, хотя старая добрая электрокоагуляция, она тоже имеет право на существование, и зачастую она, если хорошо и качественно выполнена, она, конечно, более болезненная, более длительная процедура, но она дает зачастую более эффективный результат. Что важно, да, у каждого способа депиляции и эпиляции могут быть осложнения, поэтому надо учитывать, что и порезы при бритье, и какие-то ожоги, например, теплого воска или при проведении лазерной эпиляции, и какие-то аллергические реакции, например, если это химический какой-то препарат, разрушающий волос или обесцечивающий его, или это, например, рубцы, которые могут возникнуть, если в каких-то зонах с тонкой кожей удалять волосы, и повреждена, например, кожа достаточно глубоко, бывает такое. То есть все эти осложнения, конечно, бывают, бывают, естественно, инфекционные осложнения, фолликулиты, даже пиодермии, когда попадает микробная флора в повреждённые кани. Эти осложнения, конечно, имеют место быть, надо просто стараться их избегать, выполнять все рекомендации специалиста, который удаляет волосы, если вы делаете это сами тоже, естественно. Пост и предуход должен быть верным, на эту тему у нас были уже, по-моему, какие-то выпуски. Но самое основное, напомнить хочу, что кожа должна быть чистой, естественно, когда мы собираемся проводить подобные процедуры. После проведения, допустим, каких-то процедур депиляции кожу нужно дополнительно обеззаразить антисептиком, для этого вполне годится 0,05% хлоргексидин, и потом можно нанести уже заживляющее средство, например, гель-интенсив регенерацию. Если мы используем способы депиляторные, то есть удаление самого волоса без повреждения волосного фолликула, то между процедурами желательно освобождать кожу от излишнего количества роговых чешуек, то есть делать скрабирование, например, тем же самым нашим скрабом, энергии обновления или хотя бы даже жёсткой мочалкой раз в 3-4 дня для того, чтобы избежать появления вросших волос. Также можно использовать средства, содержащие небольшой процент ахокислот, для регулярного ухода тоже за кожей в тех зонах, где проводились депиляторные методы удаления волос. В общем, наверное, это самое основное, что я хотела сказать на эту тему. Если у вас есть какой-то опыт свой, какой вам способ больше всего понравился, какой способ избавил вас, может быть, очень надолго, эффективно от нежелательной растительности на теле, поделитесь, пожалуйста, этим с нами в комментариях. Я думаю, эта информация будет всем полезна. И рада буду видеть вас в наших новых выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok